Чтобы стать лучшим спасателем, нужно знать свою работу от и до. Причем недостаточно просто что-то делать, важно уметь объяснить свои действия и знать алгоритмы. В этом поможет теоретическая часть испытания. Лучший спасатель, как правило, предоставляется к поощрению директором нашего учреждения. Это, как правило, денежная премия. Ну и уже такие атрибуты поощрения, как благодарность, фотография, которая будет висеть у нас в отряде год. Справившись с теорией, участники приступают к практике. Каждый конкурсант имеет право выбрать себе напарника, поскольку работа спасателя – это в первую очередь работа в команде. Одно из заданий конкурса – ликвидация техногенной катастрофы. Условия приближены к реальным, да еще и усложняются. Спасателю нужно сделать все не только быстро, но и качественно, потому что результат своей работы он будет буквально проверять на себе. Все участники справляются с заданием мастерски, однако бывают и непредвиденные трудности. Нужно было ликвидировать завал, пройти туда и пережать трубу, имитирующую утечку жидкости химической. Но вот в данной ситуации труба оказалась шовной, просто получилось, что протечка чуть-чуть, наверное, была. Дальше бежать переодеваться в сухую одежду и готовиться к испытанию на физическую подготовку. А пока на рубеж выходят следующие участники. Александр Титов, Николай Иванов, Александр Чеднов. Область новостей.